МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, друзья! Один из моих подписчиков как-то в комментариях попросил меня детальнее рассказать, как сделать так называемый костер разведчика. А он, в свою очередь, покажет эти материалы своему сыну для обучения. Что ж, мне очень отрадно, что меня смотрят и семьи с детьми. Спасибо вам большое за это. Так вот, сегодня мы с вами детально разберемся с этим типом костра с точки зрения войсковой разведки. Такой тип костра еще принято называть скрытым, бездымным. Однако все эти слова разведчика, бездымность, они носят довольно условный характер. И ближе к концу фильма я вам объясню, почему. И да, тема на ютубе довольно избита. Нашел много материалов. Не берусь утверждать, имеют ли авторы данных роликов какое-либо отношение к военной разведке или вообще к армии. Проходили ли они специальную подготовку на курсах для выполнения задач в каких-либо зонах и условиях. Однако в большинстве из этих фильмов допускаются одни и те же очевидные ошибки при подготовке данного костра разведчика, о которых я вам сегодня детально тоже расскажу. Как вы уже догадались из названия данного типа костра, в его основе лежит скрытое расположение. То есть при выборе места для его разведения и подготовки необходимо учитывать особенности ландшафта, рельеф местности. Времени суток и погодных условий. Лучше всего разводить такой костер днем в ясную погоду или утром, когда поднимается такой легкий туман. Также костер будет мало заметен и в дождливую погоду. Многие, кто меня уже давно смотрит, наверное, привыкли, что я всегда стараюсь рассказать вам, то есть научить мыслить рационально, обращая внимание на детали той местности, в которой вы находитесь, в данном случае в лесу. Просчитывая каждое свое действие на несколько шагов вперед. Прежде всего необходимо уделить особое внимание выбору места расположения такого костра, чтобы обеспечить его скрытность. Так, чтобы исключить вероятность видимости его с расстояния, а значит обнаружение вас единицами вероятного противника. Учитывая все мной вышесказанное, должно прийти понимание, что располагать такой костер следует не где-то хаотично в лесу, как это показано в многочисленных роликах, а у подножья склона, где-то в лагу, либо в пол высоты, так, чтобы, используя естественную преграду сам склон, исключить вероятность вашего обнаружения, то есть, точнее, обнаружения костра, каких-то его отсветов, отблесков пламени. Вот я по спутнику изучил немножко этот лес, вот я примерно представляю, где тут есть такой овраг. Сейчас еще обязательно сверюсь вот с компасом и бумажной картой. Примерно я уже где-то близко от этого лога. Сейчас мы с вами туда уже пойдем, будем его искать. Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, друзья, добрался я до конечной точки своего маршрута, места дислокации. Нашел я этот лог на склоне, тут такой очень довольно-таки крутой склон, что нам и на руку. Да, не буду от вас скрывать, это долина той самой речушки, которую я нашел, когда он показывал фильм, как найти воду в лесу. Кто не видел фильм, ссылочку обязательно, ссылочку оставлю в описании, обязательно посмотрите. Здесь красиво, да плюс ко всему, это место отвечает всем необходимым условиям скрытности для разведения костра разведчика. Сзади меня будет вот этот склон, который защищает от спины. Напротив склона растительность прекрасно защищает меня от посторонних глаз. Однако, если в вашем случае такого счастья не окажется, обычно растягивается брезент с обратной стороны от склона, то есть спереди, либо там вывешивается какая-то одежда, чтобы закрыть и с этой стороны. Ну что ж, сейчас я подготавливаю место для будущего костра, для копания ямки и приступаем к работе. Для подготовки костра разведчика нам с вами необходимо будет выкопать две ямки. Одна побольше, другая поменьше. Работу я буду проводить с помощью своего любимого ножа. Кому интересно, о ножах я уже снимал своих, ссылочка в описании. Да, кстати, вот замечал, тоже просматривая материалы на эту тему, ребята в основном пользуются, копают ямки армейскими лопатами, в простонародье саперскими. Нас вот инструктора военные обучали пользоваться минимальным набором снаряжения, спецсредств, то есть нож, там спички и голова обязательно. Значит, смотрите, друзья, вот этот мой нож, он длиной ровно 30 сантиметров, 300 миллиметров, от конца стеклобоя до кончика острия. Вот такого же диаметра нам и нужно будет выкопать ямку первую для камеры сгорания. Поэтому прямо-таки отмечаем. Ну, примерно, конечно, все это делается. И начинаем работы. Музыка Ну что, ребят, каких-то 3 минуты, и, как говорится, яма готова. То есть у нас с вами получилось самое что ни на есть камеры сгорания. Глубиной делайте где-то сантиметров 50, там плюс-минус, не больше, глубже не нужно. В моем случае это получается примерно полтора ножа. Есть нюанс, под конец, в углубление, под углубление расширяете по краям яму, делаете ее в форме лампочки. То есть, ну или груши, кому как больше нравится. Ну, то есть, фактически это принцип любой камеры сгорания печной. Узкий проходик и расширение в глубину. Теперь начинаем копать поддувало. Значит, от основной камеры отступаем примерно вот нож и где-то вот так вот, да. То есть, примерно вот тут вот начинаем выкапывать вторую ямку диаметром поменьше. Где-то, ну, в половину от основной. И копаем мы ее не вглубь туда, а под углом. Так, чтобы в итоге соединить вот это поддувало там под землей с основной камерой сгорания. Работаем! Ну вот еще каких-то пару минут, и наше с вами поддувало готово. То есть, в принципе, я надеюсь, всем понятен. Ну, в детстве, наверное, многие любили в песке играть, там замки всякие строить, туннели копать. Вот то же самое. С основной камеры сгорания поддувало соединено напрямую под землей. Там проход, что обеспечивает должный приток воздуха. Ну, то есть, тягу. Ну, вот и все, друзья. Про каких-то пять минут, и у нас с вами практически все готово. Я говорю не просто так все, потому что сейчас мы к самому интересному подойдем. Сейчас буквально несколько нюансов. Вот я забыл сказать вам, вот эту землю, которую забираем из ямы, никуда не деваем. Не разбрасываем ее там по лесу. Ей же мы потом и будем закапывать после использования. Вот эти камеры сгорания, поддувало, все. И дальше замаскируем как-то это место, то есть, устранить последствия нашего присутствия здесь какого-либо. Также в фильмах вот замечал, что само поддувало где-то там за чуть ли не за метр где-то выкапывают. Зачем это делать не нужно? Ну, 40 сантиметров возьмите примерно где-то от основной больше не нужно. Главное, старайтесь с наветренной стороны копать. Я примерно чувствую, ветер идет где-то у нас вот так вот сейчас с юго-востока, поэтому вот примерно где-то, ну, где-то постарайтесь найти с наветренной стороны. В принципе, все равно будет задувать, должная тяга будет. Не нужно выкапывать такую же вот по диаметру, по ширине, как основная камера сгорания, какую-то широкую, широкое поддувало. Достаточно, ну, я не знаю, две трети от основной, не больше. Также видел, что прямо некоторые берут прям траншею такую, прокапывают, соединяют, потом какие-то палочки тут выкладывают. Зачем? Я вот не понимаю. Но это лишнее, во-первых, какая-то там лишняя трудозатрата, они абсолютно неоправданы. То есть зачем сперва выкапывать, потом все это закрывать? Непонятно. Когда можно вот соединил, у тебя тут фактически как бы идет тяга. Теперь переходим к самому интересному, друзья. Это топливо. То есть костер разведчика подразумевает его скрытость. Скрытость это в том числе и бездымность. Помимо места расположения, это еще и бездымность. Хотя, конечно, бездымность тут понятие относительное. Абсолютно бездымных костров в природе не существует. Все равно будет какой-то дым идти. Но все же какой-то относительной бездымности добиться можно. И для этого следует использовать лиственные породы, такие как береза, ольха. Вот осина, кстати, не совсем подойдет, потому что она дает искру. Что нас может демаскировать, что нам абсолютно не нужно. Придя на место вашей дислокации, далеко не всегда вы сможете найти здесь требуемое топливо. И вам придется опять куда-то идти в лес, заготавливать дрова. Когда можно было это все сделать, по мере продвижения по вашему маршруту. Вот не случайно я этот фильм начал как раз таки показывая вам, двигаясь по маршруту, как я подготавливаю дрова. То есть я собирал мелкий хворост, нашел сушину. Да, абсолютно бездымность достигается. То есть дрова должны быть абсолютно сухими. То есть не просто там сухими, а вообще абсолютно сухими. Только так вы сможете добиться какой-то бездымности. Надо понимать, что ветки, какие-то валяющиеся на земле, они не будут абсолютно сухими. Это же касается, если вы выполняете задачи в каких-то предгорных районах или даже в горах, где растительность вообще ограничена. Поэтому топливо вам придется собирать на протяжении всего дня, пока вы двигаетесь, и нести с собой. Так вот, для переноски есть один такой способ, ну, это такой самый простейший способ, просто веревка нужна. Вы уже видели, сейчас я вам подробнее его покажу. Значит, все до безобразия просто. Потребуется палка любая, ну, которой удобно хватать. То есть вот, берете примерно вот так вот, чтобы вам ее удобно было нести, чтобы пальцы могли соединиться. Тогда вам будет удобно нести, не нужно брать толстую какую-то. берете веревку, с двух концов завязываете ее узлами. Создается вот такая вот петля. Лишки веревки обматываете здесь, чтобы она вам никуда не мешалась, не нужно ее резать. Дальше вот так вот просто кладете, и дрова складываете прямо вот на эту веревку. Вот так вот. Чуть-чуть подвинули, если широко. Ну, вот прям вот так поверх этой веревки укладываем. Аккуратненько. Положили. Теперь вот у нас появился такой вот конец. Мы его здесь продеваем и здесь продеваем. В итоге самозатягивающийся узел. Вот вам вязанка. То есть вот таким образом переносить дрова в походе, держа их рукой, куда менее трудозатратно, чем если бы вы, ну, как, вот так вот, допустим, как-то их там несли, либо куда-то там еще не хватало, в рюкзак бы набивали. Вот, элементарно. Можно же и за спину ее закинуть и также нести. Отличное приспособление. Какой материал идеально служит для растопки? Правильно, это береста. Всеми нами любимая и известная. Поджигаем бересту. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как видите, каких-то 5-6 минут и костер готов. Даже воду вот уже поставил кипятиться. Кстати, да, несколько слов о его применении. Оно крайне ограничено. Служит в основном для какого-то оперативного вот кипячения воды, например, разогрева или приготовления пищи на ходу. То есть, этот костер абсолютно не подходит для освещения вашего места, там, дислокации вашего лагеря. Также он не особо-то подходит для тепла. Ну, то есть, согреться, конечно, можно. Но для обеспечения тепла или там просушки вещей требуется уже другой вид костра, там, допустим, тот же шалаш. Благодаря узкому направлению, узкой его направленности, то есть, тут пламя вертикально вверх, вода закипает в котелке буквально за 2 минуты. То есть, вот это его фактическое, реальное применение. В условиях современной армии этот костер носит довольно-таки утопический характер, потому что, как правило, ну, даже беря какие-то в расчет какие-то спецгруппы, как правило, они оснащаются все ребята с сухпайком, в который входит и сухое топливо для оперативного там разогрева пищи, горячей пищи, которая входит в эти сухпайки. Поэтому, в принципе, вообще, вот я и говорю, разведчик это очень условно. Если вы действуете где-то на спецоперации, то о каком костре вообще речь? Это, ну, это все байки. То есть, действует светомускировка. Костры не прикуриваем, то есть, не прикуриваю, костры не зажигаем, те, кто курит, сигареты не прикуриваем. Я уж не говорю вообще о каких-то фонарях и так далее. Светоблокировка, поэтому ни о каких кострах речи быть не может. Особенно, если вы действуете где-то в тылу противника. Такой костер будет действительно оправдан, если разведгруппа действует где-то на нейтральной или своей территории при длительном передвижении по маршруту к какому-либо объекту разведки, либо топографической разведки. Да, оперативно скипятить воду. Кстати, во времена Великой Отечественной войны довольно-таки пользовался спросом у партизан. При перемещении их с места стоянки на какое-то другое место, опять же, чтобы подогреть пищу, приготовить, быстренько вскипятить воду, закопать и дальше пойти. Ну а позже уже советская армия тоже его активно использовала. Ну а сейчас еще раз повторю, все-таки это уже такой довольно-таки утопический характер. То же самое касается бездымности. Вот сейчас дыма нету, идеальные условия. То есть и ветер есть, поддувалы работают, дрова сухие. В вашем случае не переживайте, если пойдет какой-то дым. Он периодически может идти. Во-первых, ветер не всегда однородный, особенно где-то в низине, в лесу он гуляет, он крутит. Поэтому где-то появляется. Плюс ко всему он же в земле, а земля сама по себе должна прогреться. Какие-то корешки там мелкие прогорают. То есть вот опять же, поэтому я называю условно бездымный костер, условно разведчика. Да, в походе, кстати, опять же, тоже при каком-то длительном вашем походе, там, допустим, трехдневном, на коротких стоянках, чтобы там не... Если, допустим, ну, нет у вас с собой термоса или закончился чай, опять же, выкопали там пять минут, воду набрали, вскипятили, попили чайку, закопали, дальше пошли. Да, удобно, оперативно. Но если же вы находитесь уже где-то в вашем базовом лагере, то там уже действуют совершенно другие костры, другой принцип. Там уже нужно и тепло, и там, допустим, просушить вещи, это и освещение вашего лагеря. Там уже костры, ну, типа шалаш, там колодец и так далее. Ну что, ребята, я свое обещание перед вами выполнил, как обещал, поведал вам у костре разведчика, показал, как он правильно делается, указал на какие-то очевидные ошибки и немножко истории. Надеюсь, вам было интересно. В следующем фильме мы с вами коснемся тоже, мне писали много раз уже, расскажи вообще, как охотник, как вообще избежать встречи там с диким зверем, в частности с медведем. Народ вообще, я смотрю, запугали этими роликами. Так вот, я вам обещаю, что в скором времени я выпущу фильм, где мы с вами детально по полочкам разберем все, что касается встречи с дикими зверями где-то в лесу, в походе, за грибами и так далее. И заодно и развенчаем вот эти блуждающие мифы про всяких медведей страшных, которые за каждым деревом у вас караулят, волков и тому подобное. Мне же остается пожелать вам большущей удачи. Обязательно выбирайтесь на природу. Прекрасных вам походов, отличных впечатлений, шикарного отдыха, друзья. Ну и пока, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!